У меня не было абсолютно никакого времени, но желание было что-то техническое подготовить, поэтому я так себе поразвлекаю и расскажу интересные вещи, которые сам для себя пооткрывал, проживая вот не в Украине. Речь пойдет о тег-сцене и всеми нами речелюбимым Silicon Valley. Что вообще первое приходит на ум, когда думаешь о каких-то больших компаниях, технологиях и все-все-все, это приходит в Калифорнию, Сан-Франциско, Silicon Valley. И для меня с первых же курсов, когда я начал изучать вообще мировой аккомьюнити, всегда было какой-то целью в карьере куда-то дойти, до чего-то, до какого-то этапа, что-то приобрести, что-то понять и так далее. И когда я это все увидел, чуть-чуть меня, конечно, это разочаровало. Людям все нравится разное, поэтому я чуть поделюсь своими наблюдениями, а вы делайте выводы. Поехали. Как бы, для привлечения внимания, то есть это ежедневная картинка Сан-Франциско, и поэтому я хочу чуть-чуть на этом подольше задержаться. То есть у меня буквально под домом, сразу за этим местом, буквально там через 100 метров, офис Твича стоит. А еще если пройти пару сот метров, там Salesforce строит башню слою на 80 этажей. То есть это прямо находится напротив госпиталя в центре города. То есть он подошел, что разделся, как бы стоят медики, на него внимание никто не обращает. Такая вот, короче, жизнь происходит. Благодаря чему это происходит? Баерия и Сан-Франциско в том числе было всегда таким-каким-то местом, куда съезжались люди со всего мира. И, как известно, все всегда текут на запад. В любой стране текут на запад, на любом материке текут на запад. А вот те, которые уже стеклись на запад, им нужно еще куда-то дальше на запад убивать. Это запад запада. Это запад запада, и туда-сюда съезжалось. Люди не согласны с тем, как происходят дела в остальных частях света. Туда они съезжаются. И с одной стороны это рождает очень много инноваций, с другой стороны это рождает такой очень большой диверсити вообще в обществе, рождает большое очень разделение общества. Поэтому, когда мы думаем про каких-то там гигантов индустрии, там Facebook, Google и Twitter, нужно еще вспоминать, что там всегда были обычные живые люди, которые жили там задолго до всего этого. И сейчас они оказались вот в такой ситуации, когда цены на недвижимость, на все эти обычные житейские потребности выросли там десятки раз, а люди жили там и продолжают жить, им нужно как-то выживать. Но мы не будем чуть об этом. Это как вступление было. Более хочу углубиться в проблему понимания заказчика. Работая на продуктовую компанию, все мы, наверное, в 99% работаем удаленно отсюда. И когда заказчик сидит где-то далеко, на другом континенте, разговаривает на другом языке, вам может казаться, что вы поняли все его проблемы, вам может казаться, что вы поняли, что от вас хочет заказчик, но на самом деле, на самом деле вы ни черта не понимаете. Вот откровенно, я говорю, очень часто, вы ни черта не понимаете. И проработав на компанию полтора года здесь, я вообще не понимал, что они делают, для чего они это делают. Хотя я был уверен, что я все осознал и чудесно выполняю свою работу. Чтобы углубиться в это поглубже и понять вообще, какой там тип мышления более люди имеют, я хочу рассказать про небольшие, несколько групп местных комьюнити. Первая из них, самая большая, это Fox City Ruby, это Сан-Франкифский Ruby Meditation. Чуваки собираются каждый месяц, в принципе, довольно регулярно, у них там 3-4 толка, лайтинг толки, все интересно, все круто, но есть небольшая проблемка. Большинство докладчиков там, это если graduated каких-нибудь латынь, выучала девочка в колледже, потом она закончила буткэмп и, короче, вот пришла рассказывать вам про РВМ. Ну, как бы вот это 90% докладчиков. Почему это происходит? Опять-таки потому, что очень много жителей долины, в Сан-Франциско, которые съезжаются, это чуваки, которые позаканчивали колледжи, им нужно хорошее резюме составить, им нужно поработать в каких-то успешных классных стартапах, им, в принципе, все равно держите, они вот хотят туда, короче, выйти, им нужно создать красивую картинку. И они умеют создавать эту красивую картинку, но при этом общаясь, ну, я имею в виду, сделать там какие-то резюме, давать выступления на митапах, конференциях, поговорить о том, на чем они понятия не имеют говорить, потому что у них 2 месяца работы до работы. Но интересный момент в том, что спросив у вот такой вот девочки, которая вообще не из тех мира и не имеет вообще представления ни о чем там базовых, даже каких-то понятиях, там структур данных и так далее, она будет чудесно понимать, как работает бизнес. Вот это самая большая разница. Она будет знать, на чем бизнес зарабатывает деньги, она будет знать, куда ее этот бизнес стремится. Поговорив с компанией, ой, я забежал, поговорив с любым представителем компании из ТЭК здесь и там, вы поймете просто, что вот это вот, что видение, оно будет отличаться настолько сильно от того, что видит человек, который работает удаленно на компанию и человек, который работает там. То есть это все очень-очень интересно и, наверное, происходит как-то вот из-за нашей более технической углубленности, потому что даже если смотреть по комьюнити каким-то тут и там, у нас очень много технических тем и у нас всегда, если ты будешь общаться со спикером, спикер тебе всегда очень глубоко любую тему расскажет, потому что если человек выходит у нас в большинстве случаев что-то рассказывать, он разобрался в проблеме, у него есть опыт и он с 3 месяца моего опыта никуда не выйдет, даже на какой-то мелкий метап рассказать что-то. Там же все абсолютно по-другому и при этом, когда там происходят какие-то очень глубоко технические вещи, что меня больше всего поразило, они никому не интересны в большинстве случаев. Например, вот эта конференция, организованная в прошлом году, как ни удивительно, Майкрософтом, на которой приехал выступать этот паренек. Ну, как бы, я это заметил вообще совсем случайно, никаких анонсов, ничего. То есть вот приехал МАД что-то там рассказать, почему там Майкрософт. На этом сайте вы видите, какое огромное количество людей они собрали. Серьезно? Серьезно. Это МАДС, МАДС, Сан-Франциско, приехал рассказывать про там, у них была целая делегация, фуку-окка с Японии, приехали чуваки с университета, он рассказывал про МРУБИ. Да, да, да. И, ну, то есть это вот разница между техническими и нетехническими, вот, да, метапами. То есть на РУБИ-группу приходят люди, рассказывают, что это такой чушь, при этом приезжает Майкрософт, никто с этой РУБИ-группы не приходит даже послушать его, узнать, что вообще там происходит. Я напоминаю, как бы, это центр инноваций мира, да? При этом, есть вот такие ребята, никто на РУБИ-группе не замечал, а хакернул. Начали... На Medium репосте, наверное. Они на Medium, но это у них свой ресурс, как бы, они, может быть, на Medium перепостят, чтобы себя рекламировать, но вообще у них там свой портал, типа, новостной, и они начали в РУБИ-группы попадать ежедневно там, ой, ежедневно, через раз, конечно, скажем. Чуваки набрали 100 тысяч подписок себе, то есть они там новости пишут, и технические, и не технические, там, просто с комьюнити какие-то. И они организовали небольшую тусовочку, там, типа, собраться, выпить вина, что-то пить и покушать. Бам! По-моему, 300-400 людей пришло. То есть... Нетворкинг. Да, нетворкинг, какой-то коннекшн, не технический. Я на вот этом вот ивенте познакомился с намного более интересными, вот даже техническими какими-то людьми, чем на вот за год хождение каждом месяце на вот эту вот РУБИ-группу. Вот, ну, разница, наверное, в ментальности, я не знаю, какие-то приколы. После этого я начал посещать больше таких каких-то мероприятий тоже, чтобы заводить знакомство. Но вот факт есть факт, мы очень сильно здесь углубляемся в технологии, мы очень сильно углубляемся в какие-то такие вот очень-очень технические вещи. Причем при этом мы очень... Ну, я знаю много людей, которые просто не хотят. Я сам иногда отнекиваюсь там, что-то внедряться вот в реалии бизнеса, что нужно бизнесу, что хочет бизнес. Мне лучше там посидеть, чтобы рефакторить какой-то свой код, я не знаю, пробовать джемчик какой-нибудь, ну, на триллбейзер просто так все переписать. Вот, поэтому там люди делают бизнес, они его понимают, они работают, они занимаются. Это тот же ивент, ну, не тот же, такой же типа ивент, тусовка, организованная Фейсбуком. Вот это Фейсбук-кампус находится. Опять-таки, я тут не добавил фото, чтобы слишком много не было, технологический ивент от Фейсбука, ну, наверное, может, как нас сейчас здесь собралось. Делают Фейсбук просто ивент какой-то для комью, ивенте там для своих работников, когда кого-то ставят какое-то там колесо обозрения для детей, собираются тысячи людей, приходят, вся площадка, вся стоянка заставки. При этом ты живешь как бы в городе, в долине, в районе, где на каждом шагу все кричит о том, что здесь все технологии мира, то есть бигборды, билборды, литвилио, какие-то рекламы там новых стартапов, какие-то рекламы новых продуктов с Эпсфорс и все-все-все. И через какое-то время ты как бы начнешь понять, что происходит вообще, где же тогда все эти люди, которые это все пишут, где они живут, где они находятся, почему им не интересно делиться ничем. и ты понимаешь, что как-то вот оно все вот совсем не так легко, как оно казалось отсюда, что ты приедешь такой, и ты вот в центре инновации. Потому что, например, вот эта вот херня, она до сих пор принимает монетки. И вот эта вот херня, она, ей пользуются все. Ну вот вообще все. У меня там есть несколько знакомых с Google-а инженеров, у которых там стоков на пару сот тысяч, и они пользуются вот в эту херню, вносят свои вещи и стирают. И то есть выходит так, что ну как бы вот эта вот разница в ментальности, и когда ты рассказываешь это людям, говоришь, ну что, ну это не нормально, почему там какие-то петиции не собираете, не требуете, чтобы вам позволили в домах стоять все машинки спиральные, вышли инноваторы такие, да? Нельзя. Ну то есть там нету стоков в домах старых, а дома все старые, и ты не можешь себе фигуру, если они физически тебе не разрешают. Вот. А они же говорят, да нет, нормально там, все классно. И то есть вот этот толк, он именно про вот эту вот разницу в ментальности. То есть когда мы считаем, что у нас здесь какие-то там одни свои проблемы, и вот бизнес вообще сейчас просто потеряет все, если мы не обновимся на пятую рельсу завтра же, то бизнес уходит. Ну как бы, вот вы общаетесь с людьми, которые пользуются вот такими машинками, и их это устраивает. Поэтому как бы бизнес всегда думает о том, как заработать денег, бизнес у него есть какой-то свой план действий, и нужно больше общаться с вашим, я не знаю, PM-ом, с вашим CTO, с вашими менеджерами, и внедряться в бизнес, чтобы понимать вот эти вот, я не знаю, разницы в наших менталитетах, которые на каждом-каждем шагу, даже на каких-то элементарных вещах. Это, короче, последний слайд, но я дополню так, буквально словами еще от себя. То есть то, что нам кажется отсюда, и то, что нам кажется, что нужно делать там срочно-срочно технические вещи, нужно на самом деле успокоиться, выдохнуть, отойти на шаг назад, и посмотреть на ваш продукт, что вы вообще делаете, для чего вы это делаете. И если вам что-то непонятно, то мне, например, всегда было чуть-чуть как-то не по себе, сказать там через полгода, год работы на проекте, что я там не понимаю, для чего нам нужен какой-то кусок этого всего делать, да, бизнес-логики. Там люди общаются, очень много общаются, то есть они могут реально проводить очень много времени на каких-то митингах, обсуждениях и так далее, так далее, так далее. Это типа эффективные менеджеры, да, вот эти все с одной стороны. Но с другой стороны мы видим то, что как бы там они понимают то, что они делают, они понимают то, на чем они работают. Ну, я не знаю, поднимите руку, кто когда-то работал на проекте и не понимал бы, ну, скажем, 80% хотя бы, да, ну, как бы, ну, все мы, ну, реально было. Тут такое дело, что порой бизнес берет какую-то фокус-группу, которая не является такими клиентами и думает, что вот раз фокус-группа хочет этого, то давайте это передать. А на самом деле даже статистика продукта показывает, что этой функции вообще никто не сборит. Ну, это другой момент чуть-чуть, это чуть-чуть другой момент, как бы, но просто очень часто ударяясь, например, вот мы смотрим на код и мы рассоединяем бизнес с точки зрения кода и мы рассоединяем, да, и мы можем уделять очень много времени каким-то кускам кода, которые на самом деле абсолютно незначительны по сравнению с другими кусками кода. И, возможно, понимая бизнес лучше и понимая, что бизнес хочет, мы сможем писать свой код лучше, потому что мы будем знать, что нужно для работы в первую очередь. сам проект менеджер должен фокусировать разработчиков на том, что нужно делать, они планируют отдавать бизнес-процессы и разработчикам, когда их получают. не, 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 я не говорю про бизнес-процессы, я говорю скорее про понимание этих бизнес-процессов, то есть в первую очередь именно понимание. Слушай, ну, по большому счету, мы здесь, благодаря всему, что ты только что рассказал, мы здесь все не безработные. Ну почему? Я работал, допустим, я до сюда вышел, я работал, ну, работал, давай сделаем, да, такой круглый стол, ты почти сделал. Безумие белорусские. Чем суть, к нам приходит заказчик и говорит, торы-кторы, короче, вы знаете, мы делаем вот такой вот ресурс, я не буду его называть, мы его делаем, он очень популярный, куча подписчиков, все, но что-то, короче, какие-то подписчики понаходили, и у нас настала какая-то жопа. И мы такие, хм, типа, настала какая-то жопа, наверное, что-то как бы там не так в проекте. Вот. Мы начали там, я начал копаться в этих всех кишках этого проекта, там отличный вообще вот разработчик, начальник разработчиков, да, он отличный бизнесмен, то есть он отлично продает, он, видно, поставил процессы, да, то есть ты заходишь, первый взгляд на рубикод, крутенько, сервис-обжекты, тестики, все круто, все классно, микросервисами размазано, так тоненьким, как бы слоем, но оказалось, что это не слой, как бы, да, там чего-то сладенького, а вполне себе говна, потому что, как бы, как оказалось внутри, чтоб ты понимал, а, бизнес-задача была решена, то есть у них все классно было до определенного момента, а потом оказалось, что вот они, допустим, CMS, да, они у него что-то постят, вот, в CMS-е, и потом это все, вся база данных, микросервис, домен-райт-уэй, они взяли, как бы, полностью дампят базу данных, всю JSON, и, типа, отправляют на другой микросервис, и так далее, красиво, да, но только в определенный момент, после определенного количества, просто, это стало, как бы, это стало, 30, 40, 50, а, там, подполнировать, потому что, там, вообще-то, полный мрак, и они получают, они, как бы, думают бизнесом, они классно решают, быстренько задачи, это вот, как, знаешь, типа рельсы, они быстренько решают, позволяют решить задачу, дальше начинается жопа, как бы, и они такие, хм, у нас началась жопа, а пойдем к украинцам, как бы, белорусам, там, русским, и пусть один, все, все правильно, ты абсолютно, ну, это, кстати, чудесно, что ты затронул эту тему, потому что, это ты говоришь с обратной точки зрения, это тоже, это факт, что там пишут код, вот, ровно, как ты описал, но, я хотел как раз, я рассказываю с нашей точки зрения, и вот, им не хватает этого, им не хватает очень глубоких технических знаний, потому что, половина их программистов, это люди, вот, как эта девочка, а эта девочка, это реальный спикерс, вот эта Fox City Ruby, она закончила в отеле, в чьего, три месяца назад закончила Basecamp, теперь она классный Ruby on Rails программист, причем, не Ruby программист, Ruby on Rails программист, и, да, и при этом, нам не хватает их знаний, каких-то, вот этого внедрения в бизнес, им не хватает нашего, вот этого вот углубления в технические детали, поэтому, как бы, нам надо, они у нас не будут учиться, потому что, это их бизнес, им на нас вообще срать, мы для них индусы, мы у них должны учиться, вот этому, потому что, когда мы начнем понимать и анализировать их бизнес, мы сможем перейти из этого аутсорса, аутстаффинга, чуть-чуть глубже. Наши скиллы, они забрать не могут, а мы их можем. Ну, мы не знаем. Ну, выходит так, выходит так, кстати. в принципе, да. Ты на почегулке, ты на почегулке, бы очень классно смотрелся. Это район такой хороший. Нет, на самом деле, ребята, вы не, не надо, не надо оценивать бизнесмен. с точки зрения, ну, скажем, гуманитария, да, с точки зрения, что мы вообще делаем все. но вот я просто, что вообще вытаскиваю сюда, а я сказать. То есть, по большому счету, как бы, да, надо лучше вникать в бизнес-клиент, как бы, думать, но по большому счету, все равно нам надо делать упор именно на техническую составляющую, потому что переходить больше, вот как в их стиле, работы, это игра на чужом поле, потому что их с детства, с детства учат быть бизнесменами и быть, как бы, понимать бизнес. То есть, их с детства они стригут, как бы, газон за деньги, там, с 10 лет. Они идут в школу, в школе, это не наша школа. Их там обучают мыслить креативно, их там не учат каким-то, там, как у нас, когда у меня там мама, папа, сосед и жена соседа сидят, решают мою задачу по физике за седьмой класс, понимаешь, как бы, в четверо, два часа. И это при этом они не бухали. Заметь. И тогда, а их учат, как бы, вот, креативность, мышление, там, картиночки порисовать, все, а вот там, типа, Маша, как бы, у Маши два яблока, у Васи три яблока, как бы, как нам сделать, чтобы яблок стало 10. Не, ну, вот это очень сильно углубляешься. А потом они идут, как бы, еще и в институт, и тоже там всякие Ориентиры, ну, и у них институты, именно в плане бизнеса, они сильнее, как бы, и играть на их поле, это, ну, будет игра в одни ворота. Я, я знаю, что хотел добавить, вот, у тебя, взгляд, там, со стороны, с другой стороны океана, я зимой, в феврале, ездил в Индию, у меня была командировка, то есть я ездил туда по работе, в центральную часть Индии, в город Хайдарабад, я провел там две с половиной недели, мне надо было с командой разнакомиться, ну, то есть, грубо говоря, познакомиться, чтобы вернуться назад, и потом уже удаленно с ними работать. Какой-то. Необычный очень опыт, потому что, ну, все прекрасно понимают, что иногда нам приходится работать с ребятами из Индии, но, я не знаю, кто из вас оказывался в моей ситуации, когда туда нужно было ехать онсайд, ну, и потом, как бы, возвращаться, и ты для них, на самом деле, выглядишь больше, как человек, странно говорящий, да-да-да, и которого они должны понять, потому что ты с ними работаешь в этом контексте. И я изменил свое отношение вот об Индии, об технологии, просто с ног на голову. Аналогично. Я там начал общаться очень много тоже с индийцами, и, ну, как бы, у нас очень много стереотипов было. Это первое. И второе, я смотрел на них, ну, и вот у меня было первое ощущение такое, что я вот попал в машину времени, слетал в будущее того, что случится у нас. Да, да, потому что когда, ну, то есть я прилетел ночью, да, вот, это город Хейдер-Абат, у них есть целый регион, они называют его Сайдер-Абат, то есть Хейдер-Абат. Там, там есть Facebook Avenue, там Microsoft Drive, там, я приехал на Uber в отель, у меня там 26 этаж в отеле, и я открываю окна, да, и выглядит все, как Лос-Анджелес, то есть стоят небоскребы, там, Starbucks, McDonald's, то есть ты смотришь, как бы, это Лос-Анджелес, и ты спускаешься на первый этаж, километры этих одноэтажных домиков, и как бы нет, понимаешь, ни хрена, это имя все-таки, потому что оно как бы все плохо, и мы делали там тренинг с ребятами, вот из Киева парень, Саша Баблай, я не знаю, может быть, кто-то знает его, если пересекались, в Code Enjoy есть такая штука, ты играешь в 8-битные игрушки, пишешь код, то есть пишешь алгоритм, он на серваке запускается, или на тетрис складываешь, или змейку гоняешь, или в танчики играешь, и наши ребята приходят, кто-то хочет что-то получать, кто-то забивает, и мы там с ребятами тоже делали, играли в Code Enjoy, я очень удивился, насколько у них подход разобраться в проблеме, вот как ты говоришь, у нас человеку даешь, например, у нас в команде, ребята относятся, смотрят на проект, блин, да это вообще кусок говна, это ад для заказчика и для разработчика, а то, что человек с этим куском говна прошел там через ряд питч, то, что он нашел бизнес-идей, нашел потенциальных партнеров, он сформулировал критерий какой-то, я не знаю, у него деньги в конце концов на это есть. Мы с одной точки зрения не рассматриваем никогда. Он пришел к нам, и мы ему говорим, нет, человек, с этого говна, а мы это делать не будем, то есть, вот это совершенно неправильно, и здесь понимание технологий, и вот то, что, например, сейчас происходит в Индии, оно на несколько уровней ушло дальше от нас, как бы это и не звучало, ну, то есть, не хочется, чтобы о нас думали точно так же, как о них с точки зрения стереотипов, что мы там все делаем это АВК и так далее, но не понимая того, зачем к нам приходят клиенты, не оказывая для них, ну, то есть, хороший сервис, мы скатимся именно в просто делании технических задач, то есть, делай, что тебе говорят, то есть, вот у тебя есть задача, Джири, закрывай таски, это твоя работа. Согласен, согласен, вот это, спасибо, что вы помнили, это как раз была, основная печь. Очень еще интересный момент такой, я встречал несколько американцев, я даже не знаю, ну, сказать, C-level компании, которые были разработчики, там, в Индии, в СНГ, недавно, вот уже буквально сюда, когда летел, я в аэропорту познакомился с человеком, у него разработчики в Индии, в Украине, и я говорю, ну, посравнивай, расскажи мне вообще, вот минусы, плюсы, вот Индия, он мне рассказал очень много интересных штук, например, в Индии, если тебе нужен человек на саппорт, ты можешь нанять команду индийцев, у которых будут разные акценты, то есть, в любой точке мира, которая тебе нужна, то есть, вот так, это не будут индийцы, которые там, hello sir, but if you ask me to change my religion, I will say no, ну, то есть, нет, это будет, ну, вы не видели это видео, как чувак интервью проходил, этот, и, ну, как бы, нет, это будут, ну, то есть, очень серьезные специалисты, там, любой области, которая тебе надо, это даже я не про программистов говорю, про программистов то же самое, и, поэтому, да, нам нужно как бы задуматься, пересмотреть свои отношения, там, к индийцам, я с индийцами, например, вот буквально месяца два назад, тоже познакомился с пареньком, он, села стартапа, они пишут, у них, значит, машин лернинг, они анализируют, анализируют кадры с камер видеонаблюдения, сравнивают кадры, понимают, где со спиши с активити, где нет, где нормальное, и, как бы, ну, блин, а он только приехал вот с Мумбаи, собственно, он даже там, не то, что там 10 лет в Америке, вот он приехал, где-то там, что-то деньги нашел уже там на стартап, приехал сюда, его тут уже раскручивать, и это вот, это индийцы современные, то есть они пишут, занимаются серьезными вещами, это не то, что они там напыхи, говнокодят, там, как раньше, и все, поэтому, да, нам нужно вот, все серьезно, вот, как бы, мир развивается, мир идет вперед, растет, и нам нужно как-то думать, не знаю, это, конечно, бы слишком глобально сказать, отходить от этого, аутсорс, аутстафинга, но нам нужно начинать думать больше с продуктовой точки зрения, потому что мы про продукт не думаем вообще никогда, ну, я утрирую, конечно, но все же. Ну, слушай, у нас просто бизнес вести в долгосрочной перспективе невозможно, ты думаешь, почему у нас пшеница, металл, и какие, и людей продаем на запах, потому что это очень быстро сделать бизнес-процесс, и если идут люди из СБУ, то все. Людей мы все-таки на восток продаем. Не, ну, 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 давай скажем так, если делать продукт, тебе не обязательно работая в IT, там, да, делая какой-то IT-продукт, тебе не обязательно его делать только под украшением, украинский рынок заточен, я говорю про глобальные продукты так же. Ну, конечно, я же за это и говорю, поэтому, как бы, ну, тут уже эти аргументы не канаешь, что невозможно сделать в Украине какой-то продукт, как бы, пожалуй. но с другой стороны, сложно, вот понимаешь, ты вон сам показывал, сложно продавать людям, условно говоря, ремонт по подписке стиральных машинок в Калифорнии, которые у них эти проблемы нет. да. Нет, примерок на самом деле тоже есть, и чуваки там, ну, я про них слышу, я не знаю, каждые два дня, Грэмарли, Пэткьюб, то есть, они там рекламируются, там на Ютьюбе, каждая третья реклама, это будет Грэмарли, а в журналах Пэткьюб рекламируют, ну, то есть, наши украинские продукты, и, да, поэтому я просто за то, что как-то вот. Не, ну, тут понимаешь, в чем проблема, что все эти компании, как только начинали остеяние, туда выезжали почти. Ну, да, ладно, мы еще с ним поговорим, да, об этом, но это тоже правда. Спасибо.